Исландия Чтобы почтить их память, мы и отправились на этот таинственный ледяной остров, на самый дальний край нашего континента. Исландия была для нас страной-загадкой, которую предстояло разгадывать. В состав экспедиции вошли ученики и недавние выпускники православной гимназии имени священно-мученика Константина Богородского. Из подмосковного Ногинска. Когда мы собирались в Исландию, перед нами стояло множество вопросов. Прежде всего, как мы будем перемещаться по стране. К счастью, нашлись люди, которые приняли в нас живое сердечное участие. Мы очень благодарны Александру Бородину, без помощи которых это путешествие не состоялось бы. Нам предоставили две замечательных, мощных, проходимых машины и водителя Гуннера, который стал нашим проводником. Гуннер Биргисон, президент Исландской Федерации Дайверов, очень любит и хорошо знает свою страну. Он по-отечески опекал нас на протяжении всей поездки. Благодаря Гуннеру мы смогли увидеть самые интересные и красивые уголки Исландии. В том числе и те, что лежат в стороне от традиционных туристических маршрутов. Мы получили поистине незабываемое впечатление. Сначала нас очень удивило, что в Исландии нельзя разводить костры. Скоро мы поняли почему. Здесь почти нет деревьев. А те, что есть, не выше трех метров. Зато продаются небольшие жаровни уже с углем внутри. На них мы и готовили. Исландцы очень простые, спокойные и дружелюбные люди. Особенно они были приветливы с детьми. Ребят катали на тракторе, разрешили покормить овечку. Все, 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 хватило. Нету. Здесь не водятся хищники. А небольшие собачки местной породы веселые и любят играть. В нашем паломничестве, на которое нас благословил митрополит Крутицкий и Колуменский Ювенали, нам предстояло объехать весь остров. Проехать более трех с половиной тысяч километров. Первой и самой дальней нашей целью был город Иссофьордур, на северо-западной оконечности Исландии. В годы Второй мировой войны, именно в Исландии, хваля Фьордуре, где была английская военная база, формировались знаменитые северные конвои, которые доставляли в Мурманск и гуманитарную помощь, и военное оборудование для Советского Союза. Помощь эта была тогда для нас жизненно необходимой. Первый конвой в сопровождении английского фрегата «Дервиш» прибыл в Мурманск уже в конце августа 1941 года. Там были и медикаменты, и боеприпасы, необходимые для жестоких боев, которые шли в это время в Подмосковье. Разумеется, эти северные конвои нещадно бомбили и торпедировали немцы. Для них это была стратегическая задача – не допустить помощи союзников. Недалеко от города Иссофьордур подорвался на минах один из полярных конвоев – Кюпи-13. Тогда погибло более 200 моряков. Чтобы почтить их память, здесь, в открытом море, была отслужена панихида и погибшего. И затем на воду спущен венок, который мы привезли с собой. Было такое трогательное чувство, будто чайки, словно души погибших моряков, построились вокруг этого венка. Тоже, как своеобразный конвой – конвой памяти. На бескрайних просторах этих холодных морей мы молились о тех, кто погиб 65 лет тому назад. Мы понимали, что представляем здесь их родных и близких, которые не смогли сюда добраться, чтобы почтить их память. А память эта жива до сих пор. Климат в Исландии очень переменчив. Тепло и холод, солнце и дождь могут сменять друг друга несколько раз в течение дня. Исландцы шутят. Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и она изменится. Но на протяжении нашего почти двухнедельного путешествия преобладала ровная, ясная... На самой западной точке Исландии, которая одновременно является и самой западной точкой Европы, мы отслужили молебен и литургию. Для Исландии характерны сильные ветра. Но вот что удивительно. Когда мы служили литургию под открытым небом... Акурери, второй по величине город Исландии, расположенный в устье самого глубокого фьорда на севере острова. До сих пор большинство исландцев – это фермеры и рыбаки. В таких больших садках разводят треску. Нам разрешили поймать несколько рыб, из которых Гуннер приготовил вечером ужин. В Акурери мы встретились с местным пастором Гуннлейгером. Он один из самых известных в Исландии проповедников. Человек широко образованный и очень уважаемый. Между прочим, в свою магистрскую диссертацию он писал о православных святых и с тех пор глубоко чтит православную традицию. Пастору очень понравились песни в исполнении наших ребят. Викинги, которые пришли по море к берегам Исландии, обнаружили на острове людей. Это были ирландские монахи, несшие подвиг покаянного скитания. Они приплыли сюда на кожаных лодках еще в середине восьмого века. Так что Исландия единственная в мире страна, первыми жителями которой были православные монахи. В нашей истории есть немало интересных совпадений. Викинги приплыли в Исландию примерно в то же самое время, когда прибыли они и на Русь, чтобы основать династию Рюриковичей. Восточные славяне призывали варягов, чтобы воссоздать их государственность. И одновременно те же самые варяги заселяли Исландию и создавали государственность здесь, на этом холодном и поначалу очень неуютном острове. В Исландии мы не уставали поражаться тому, как красиво, причудливо и многообразно устроен Божий мир, как велико творение Господне. В Исландии множество водопадов, несколько тысяч. И все они разные, не похожи один на другой. Они могут быть нежными и ласковыми, а могут быть грозными и величественными, как знаменитый Гедефосс, в переводе с исландского водопад богов, в 100 километрах от Акурели. Именно сюда, после принятия христианства, исландцы сбросили своих языческих идолов. Подобно тому, как наши предки бросили в Днепр, Перуна и дождь бога. Христианство было принято собранием исландских кланов, Альтингом, в 1000 году, на поле Тинга, по-исландски Тингвидлир. Если Русь скрестили в Днепре в 1988 году, то Исландию через 12 лет, здесь Тингвидлире. В те годы церковь была еще не разделенной, единой. Не так давно археологи обнаружили на полях Тинга завершение архиерейского жезла, характерное именно для православных епископов. Здесь, на походном антименсии, мы отслужили литургию. Православная литургия на этом месте, священном для всех исландцев, совершалась впервые за многие сотни лет. Кстати, по преданию, за два года до крещения Киева было крещено независимое полоцкое княжество. И сделал это никто иной, как святой Торвальд или Торвальд-путешественник. Этот викинг свой первый храм построил именно в Исландии. Но его в 981 году сожгли местные язычники. Тогда Торвальд покинул Исландию и побывал в Иерусалиме и Константинополе, где получил новую миссию по просвещению славян. Торвальд похоронен в Колоцке и почитался там, как первый святой. А его друг, норвежский король Олаф, завершил крещение Исландии. Площадь Исландии довольно велика для Европы. Она равна площади Ирландии и Голландии вместе взятых. При этом население Исландии всего-то чуть более 300 тысяч человек. Протяженность главной дороги Исландии, трассы номер один, которая проходит вокруг всего острова, составляет 1300 километров. Это единственная асфальтированная трасса в стране. Остальные дороги большей частью грунтовые. Несмотря на то, что наши автомобили были специально приспособлены для бездорожья, даже они иногда не выдерживают. Исландцы по праву гордятся своей экологией. Здесь из кранов течет чистейшая родниковая вода. Повсюду есть горячие источники. Слово гейзер именно исландское. Вот это и есть тот самый гейзер, от которого получил название целое явление природы. В Рикявике, самой северной столицы мира, мы встретились с послом Российской Федерации в Исландии Виктором Татаринцевым. Конечно, хочется, чтобы наши связи были еще более интенсивными, еще более активными. И чтобы они охватывали более широкий спектр наших граждан, особенно молодых, таких как вы. Благословить вас, иконы Николая Чудотворца, покровителя моряков, путешествующих, поскольку у вас такая работа, такая служба. Путешествующие? Да, да, да. Я тебя благословлю. Мы же в столице дали небольшой концерт для соотечественников, которых и здесь немало. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Прозвучали и духовные песнопения, и народные песни, и кое-что из современного репертуара, то, что было созвучно нашему паломничеству. Исландия не переставала поражать нас. Конечно, далеко не все ее загадки открылись нам за несколько дней путешествия. Но мы успели полюбить эту удивительную страну и ее жителей. Мы молились, призывая благодать Господню и на эту студеную землю. Благодарную память о ней мы уведем в своих сердцах в России в надежде на новую встречу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok